А сегодня Православная Церковь отмечает память святителя Спиридона Тримифунского, издревле почитаемого на Руси. Неграмотный пастух, он был избран епископом Тримифунта за свою праведную жизнь, за свою любовь к людям и милосердие. И до сих пор святой помогает людям, попавшим в беду. Об этом не понаслышке знают прихожане Екатеринбуржского храма, освященного в честь святителя Спиридона, отметившего в этот день свой престольный праздник. На четвертом километре Чусовского тракта расположен коттеджный поселок Палникс, вблизи которого находится храм в честь святителя Спиридона Тримифунского. В прошлом году храм отпраздновал свой 10-летний юбилей. Небольшая деревянная церковь была возведена благодаря совместным усилиям жителей Палникса и других соседних микрорайонов и садов, которые со временем создали крепкую дружную общину. У нас, видите, как говорится, каждые твари попали, как у Ноя на ковчеге. Поэтому здесь у нас есть и врачи, есть у нас здесь и учителя, здесь у нас есть инженеры. Ну а так как здесь, знаете, что это Чусовской тракт, это место, где садоводы обитают, то консультации по поводу того, как и что сеять и когда, и как садить, и как культивировать – это к нам. Как отмечает настоятель, прихожане храма все дороги друг другу и заботятся о каждом. И разные поколения людей находят здесь место взаимного общения. Ну и знаете, что здесь рядом Палникс находится и Карася, Озерск. Такие микрорайоны, где живут люди обеспеченные достаточно. И тем не менее это не мешает им в одной общине находиться с простолюдинами. То есть мне очень это приятно. Царь и воин, богатый, убогий, все в равном достоинстве перед Богом. И Спиридон, помните, да, святой был очень простый. Он был, хотя и епископ, и пастырь словесных овец, при этом оставался простым пастухом. Вот здесь целиком его характер, его вот эта вот манера жить, она здесь проявляется в людях. Прихожане Спиридоновского храма, по словам священника, берут пример со своего небесного покровителя. И свои достоинства измеряют ничем другим, как только верой во Христа. И для самого отца Георгия, святитель Спиридон, наряду с другим великим светильником, святителем Николаем Чудотворцем, это образец пастырского служения. Если мы почитаем их житье, то мы увидим, что они были пастырями на очень маленьких приходах. Один на Кипре, другой в мир Ликийский. И это были маленькие селения, но именно вот таких вот пастырей с деревенских приходов призвали на Первый Вселенский Собор для того, чтобы удостоверить истину, истинность православного учения Пресвятой Троицы. Это учение сберегли святитель Спиридон и Николай, после чего другие архипастыри, священники, дьяконы и миряне донесли его до нас. А мы обращаемся с молитвами к нашим великим святым, которые всегда нам помогают сохранять отеческую веру и преодолевать разные скорби. А вот святитель в молитве читаем, что он избавлял народы, не только своей страны, где он был, а все народы, всего мира он избавлял от болезней, от несчастья, от скорбей. И я думаю, в нынешнее время мы с вами должны притекать к нему и просить, чтобы он и нас, наше Отечество, и нас всех православных избавил от этих нашествий, напастей, которые всегда были. Всегда они были, и они будут. Господь сказал, что в мире будете иметь скорбь. Почему вы иметь скорбь? Потому что грешники. И Господь эти скорбями нас немножечко вразумляет. Но когда мы приносим Господу свое покаянное сердце, Он подает нам свои великие милости, и в том числе по молитвам таких святых, как святитель Спиридон. Поэтому приходят к нему прихожане Спиридоновского храма, и особенно радостно им встретить день памяти святителя все вместе за литургией, причаститься к святых христовых тайн, а затем пройти праздничным крестным ходом вокруг церкви, молясь небесному покровителю. О святителю Спиридону, епископу Тримифунскому, с обелением сердец, помолимся. Молитвами святого славного и всех хвального отца нашего Спиридона, епископа Тримифунского, чудотворца, Господи, сохрани град и весть сию. Субтитры создавал DimaTorzok